Меркель, Алант и Путин разъехались, договорились созвониться. Логотип. Меркель, Алант и Путин разъехались, договорились созвониться. Ройтез. Великобритания. Реа Новости Сергей Гунеев Москва, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Алан покинули Москву после пяти часов переговоров с российским руководителем Владимиром Путиным, итогом которых стало обещание подготовить возможный совместный документ по мотивам сорванного сентябрьского перемирия. После первого часа переговоров тройка вышла к журналистам для протокольной съемки и пару минут молча позировала за круглым столом. Лидеры воздержались от рукопожатия на публике и совместного заявления по итогам переговоров. Около полуночи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков зачитал короткое заявление, в котором переговоры были названы конструктивными, содержательными и субстантивными. В настоящее время совместная работа ведется для подготовки текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей. Документа, который включал бы в себя предложения президента Украины и предложения, сформулированные сегодня и добавленные президентом Путиным, с тем, чтобы потом этот текст и эти предложения были представлены на одобрение всем сторонам конфликта, сказал Песков. Предложения, привезенные Путину в пятницу, Меркель и Оланд накануне обсуждали в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Четверка впервые встретилась в июне в Нормандии, и с тех пор называется нормандским форматом. Песков сказал, что контакты на высшем уровне в этом формате возобновятся в воскресенье. Дальше работа будет продолжена и предварительные ее итоги будут подведены в грядущее воскресенье в ходе телефонного разговора, который состоится в нормандском формате на высшем уровне, сказал Песков. Аналогичное заявление выпустил офис Меркель, подчеркнув, что совместный документ будет базироваться на немецко-французских предложениях с учетом замечаний Путина и Порошенко. Накануне в Киеве помимо Меркеля Оланда гостил госсекретарь США Джон Керри. В воскресенье Меркель отправится в США, а по возвращении примет участие в саммите Евросоюза 12 февраля, где обсудят новые санкции против России. Столкновение верных Киеву сил и пророссийских сепаратистов на востоке Украины унесли свыше 5000 жизней с весны прошлого года. Россия отрицает участие в конфликте, однако Запад не верит и ввел против Москвы санкции. Перед вояжем в Москву Меркель предупредила, что переговоры в Москве могут стать последними, а Оланд сказал, что попытки урегулировать конфликт дипломатическими средствами не могут продолжаться бесконечно. Оригинал публикации ru.reuters.com опубликована 7 февраля 2015 года.